всем привет меня зовут наталья вы находитесь на моем канале все в жизни связано кто еще не знаком своим каналам обязательно подпишитесь и просмотрите какие у меня уже есть мастер-классы но кто знаком я сегодняшнем сегодняшнем видео презентую вязание а вот такого летнего топа футболки из летней пряжи в данном случае у меня из шелка с поедка с королевской поедкой по мотивам брунелла кучинели ну это такие как так сказать вариации на тему значит это футболочка у меня связано регланом сверху бесшовная сверху вниз вяжется это изделие и какое отличие от предыдущих моих изделий здесь я не вязала классический росток потому что здесь у меня идут идет чередование полос и я не хотела чтобы у меня сбивались вверху и нарушали и нарушалась это чередование поэтому в этой футболке я сделала азиатский росток который смотрится тоже очень хорошо и совершенно не видно что здесь у нас нарушаются как-то полосы они совершенно не нарушаются и смотрится все очень красиво и очень органично значит еще хочу обратить ваше внимание на то что вязала я вот таким вот узором симпатичным и предыдущем видео у меня на моем канале я показываю подробно как вязать этот узор он вяжется очень легко и просто а смотрится очень красиво и фактурно он будет смотреться очень красиво в разной пряжи и вот в данном случае в летней как видите тоже очень даже симпатично смотрится значит я вязала как я уже сказала эту футболку из шелка из натурального шелка плюс добавляла королевские пайетки но можно ее вязать из раз разного вида летней пряжи как можно хлопок использовать можно сочетание хлопка с акрилом использовать можно бамбук использовать можно использовать лен в общем любая пряжа которая вам нравится главное попадать в плотность точнее даже не в плотность а попадаете в метраж о котором я говорю и тогда все будет получаться плотность я не указываю намеренно почему потому что когда мы с вами вяжем все наши изделия регланом сверху мы очень легко можем регулировать размер длиной регланной линии или сменой спиц например у меня эта футболка вышла в следующих параметрах сейчас я вам замеряю ее и и расскажу значит ширина у меня в ширина футболки у меня получилось уже после стирки вот 56 сантиметров длина ее 60 сантиметров и вот длина рукава вот начиная от самой горловины я вам померяю 28 сантиметров значит если вы меньшего размера и хотите немножечко не чтобы она не такая была свободная а немножечко поуже вы можете даже пользоваться всеми моими расчетами но вязать на спицах меньшего номера я вязала основной узор на спицах номер 4 а вы можете брать спицы номер три с половиной или три у вас будет тогда футболка ужин а вот а те кто хочет размер побольше и чтобы она была свободнее вы просто вяжите на тех же спицах что я просто рекламную линию вяжите длиннее за счет этого будет расширяться само изделие и она будет у вас свободнее значит сама эта футболка свободного силуэта она не облегающие низ у меня я экспериментировала по ходу вязания изначально у меня была задумка несколько другая как вы видите я здесь вот начинала горловину резиночкой скрещенной резинкой один на один и планировала и рукава и низ изделия тоже закончить скрещенной резинкой один на один но в процессе вязания когда я ее примерила мне понравилось как она свободно свисает когда у нее прямой низ и прямые рукава мне так понравилось больше и я не стала вязать резинку а закончила вниз изделия и рукава вот такой вот платочной вязкой и она у меня имеет прямой свободный силуэт и смотрится мне мне нравится смотрится симпатично кто любит чтобы слегка подтягивалась на резиночке можно вязать резинкой это совершенно это будет тоже красивое изделие но просто немножко другого фасона и рукава вот видите я тоже не стала делать резиночку с тоже закончила вот такой лицевой гладью так значит я вам по замерам замерила как вязать рисунок у меня было предыдущие видео но я еще в этом видео тоже вам покажу и и что касается секретов вязания пайетки королевской пайетки то я ее вязала изнаночной гладью потому что почему ну свойство этой пайетки так и таково что она на изнаночной глади она больше выходит на лицевую сторону нежели на изнаночную если вязать лицевой гладью почему-то все паеточки оказывается не все а большинство пайеток оказывается с изнаночной стороны их нужно потом вынимать руками но здесь очень даже симпатичной и красиво сочетание цветов у вас может быть каким угодно пряжа может быть любая вот трудности вязания никаких особых нет как вязать азиатские росток его тоже там вяжут несколькими способами один из способом я вам сегодня покажу ну вот в принципе вводной части я вам все сказала можно приступать к вязанию желаю чтобы у вас все получилось ровных всем петелек а сейчас про пряжу и про инструменты значит вязать эту футболку я буду из вот такой пряжи это стопроцентный шелк покупала я его давно в прошлом году сейчас в том магазине его нет поэтому координаты никакие не даю где 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 купить не знаю но сейчас такое количество пряжи с разным составом летний и шелк и хлопок и с вискозой и с чем угодно и с различными натуральными составами растительными яд мне даже встречалась помимо льна пряжа из крапивы и очень красивая фон и фактурно смотрится в общем летние пряжи сейчас очень очень много в разной ценовой категории в разном ценовом диапазоне можно использовать любую главное попадать в метраж значит у меня это стопроцентный шелк вот с такой не знаю видно или нет вот с такой очень очень нежной голографической такой пайеточкой которая в тон пряжи и она очень маленькая такая очень деликатная вот значит его метраж этой пряжи 400 метров на 100 грамм вязать я буду в одну нить и королевская пайетка которая тоже очень очень много на рынке вот в таком цвете и даже не на молочный шоколад что ли и пайетка тоже в тон самой пряжи я бы ну это будут у нас идти декоративные полосы значит также нам понадобятся спицы круговые короткие 40 сантиметров длиной леска номер три с половиной и уже с более длинной леской спицы номер 4 для вязания основного изделия также как всегда классика жанра нам понадобятся маркеры так как вязать мы будем с вами по кругу и в принципе на этом и все можно приступать к вязанию и так я немножко здесь уже провязала сейчас я вам буду рассказывать как это вязать здесь ничего сложного нет никаких таких важных моментов на которых стоило бы заострить внимание нет все я вам покажу сейчас у нас в следующем этапе и так вот я провязала резиночку вот я начала уже реза вязать основной узор и вот я уже одну полосочку провязала декоративную декоративную полоску пайеткой и вот таким образом чтобы было видно я показываю начала формировать регланную линию сейчас я все вам расскажу и покажу как я это делала значит так набрать нужно самым обычным простым способом на спице номер три с половиной 130 петель вот я нарисовала схему 130 петель замкнуть плюс 1 для замыкания в круг после того как вы замкнули в круг вы этими же спицами три с половиной вяжите 5 рядов резинкой один на один скрещенными петлями я думаю что все знают каких вязать кто не знает я буду потом обвязывать еще низ футболочки и манжетики рукавов там то там обязательно покажу можно будет посмотреть и кстати говоря именно лицевые скрещенные я покажу вам потому что я их использую в регланных линиях значит вы провязали пять рядов резинки и начинаем распределять маркеры распределять петли точнее на перед спинку рукава и регланной линии при помощи маркеров вот на этом этапе значит вот здесь у нас начало ряда начинаем мы с регланных линий на регланной линии мы с вами распределяем по 3 петли провязывать мы будем лицевыми петлями вот по 3 петли регланной линии вы провязываете 3 петли петли лицевыми скрещенными если хотите так как у меня если не хотите можно и обычными дальше надеваем маркер и провязываем с вами 13 петель рукава 13 петель только рукава мы вяжем все с вами изнаночными петлями сейчас скажу почему все петли рукава провязываем изнаночными петлями снова 3 лицевые на ли главную линию с обеих сторон вешаем маркеры теперь у нас идет спинка на спинку и на перед по одинаковое количество петель распределяем 46 петель мы провязываем все изнаночными снова надеваем маркер провязываем 3 лицевых петли регланной линии опять маркер дальше идут идет снова 13 петель рукава изнаночными снова с двух сторон маркер между ними 3 лицевые регланной линии и перед у нас тоже 46 петель как и на спинке тоже мы их провязываем изнаночными почему мы провязываем все петли кроме регланных линий изнаночными потому что это идет у нас установочный ряд перед основным узором все петли должны быть привязаны изнаночными а при главной линии у нас будут всегда провязываться скрещенными лицевыми петлями значит так распределили в установочном ряду петли и дальше начинаем вязать основной узор значит я уже в предыдущем своем видео вам давала как вяжется этот узор значит отдельным видео прям у нас выходила как вяжется этот узор поворотными рядами и как он вяжется круговыми рядами обещала что обязательно свяжу изделия из из этого узора и вот время пришло начинаем с вами вязать вы не обращайте внимание что у меня уже провязан паре какая-то часть потому что вяжется все абсолютно одинаково вот у меня после цветной полосы у меня вот один ряд провязан изнаночными петлями точно так же как у вас он будет провязан после резинки и вот после этого установочного ряда я точно так же с вами начинаю вывязывать узор как будто бы я начала сначала значит в первом ряду у нас идут прибавки прибавки мы будем делать в каждом через ряд у нас будет перед прибавки чередоваться в нечетных рядах мы вяжем ряды с прибавками четные ряды без прибавок и так у нас первый ряд рисунка мы делаем прибавку как я в этот раз в этой футболке делаю прибавки прибавку значит я поднимаю стеночку петли предыдущего ряда вот у нас стенка последнего ряда петли а вот предыдущего ряда я поднимаю стеночку за стеночку и вот так ее надеваю не так как она смотрит на меня а в обратную сторону и за переднюю стенку провязываю лицевой петлей вот первая прибавка у перебрасываю маркер дальше у меня идут петли регланной линии которые я вяжу за заднюю стенку скрещенными лицевыми петлями 3 петли снова надеваю маркер и следующая прибавка точно также от последней петли в регланной линии мы находим петлю ниже нижнего предыдущего ряда и поднимаем ее и теперь уже мы за заднюю стенку провязываем вот таким образом лицевой и тут у нас начинается уже рисунок начинаем мы рисунок с вами с двойной лицевой петли и так значит в петлю в петлю с левой спицы мы вводим правую спицу захватываем рабочую нить и выводим первую петлю не снимаем ее и вводим эту же спицу в петлю предыдущего ряда сейчас вот видите я вот тянула и вот видно отверстие петлю предыдущего ряда и снова вытягиваю у меня образовалась на правой спице две петли и теперь снимаю вот он у меня двойная петля вот такая образовалась лицевая следующая петля у нас идет изнаночная снова лицевую двойную вяжем первую и в петлю предыдущего ряда вот ввожу спицу и вывожу еще одну нить и снимаю вот такая двойная получилось снова идет изнаночная и так чередуем двойная лицевая и изнаночная двойная лицевая и изнаночная двойная лицевая и изнаночная и так вяжем до маркера следующего дошла я до маркера и теперь делаем снова прибавку значит за стеночку петли предыдущего ряда поднимаем петлю и надеваем ее не так как она смотрит обратную сторону и за переднюю стенку провязываем лицевой дальше 3 лицевых скрещенных и главная линия перебрасываем маркер и поднимаем на левую теперь спицу тоже за стеночку петлю предыдущего ряда и теперь за заднюю стенку провязываем лицевой и снова то же самое продолжаем начинаем с двойной лицевой в верхнюю петлю и в нижнюю и изнаночную снова двойная лицевая верхнюю и вот нижнюю изнаночная и так далее вяжем этот ряд самостоятельно не забывая делать прибавки с одной и другой стороны вдоль всех регланных линий все до конца ряда вяжем и так первый ряд который у нас был с прибавками мы с вами провязали я вот дошла до последней петли перед маркером это у нас была прибавочная в прошлом в прошлом ряду в первом да сейчас показываю как мы ее будем с вами провязывать во втором ряду мы ее снова переворачиваем и за переднюю стенку провязываем лицевой петлей дальше у нас идут снова скрещенные 3 лицевые петли регланной линии за заднюю стенку мы их провязываем 1 2 3 вот таким образом они выглядят вот скрещенные лицевые перебрасываем маркер и снова у нас вот эта петля которая была прибавкой мы ее провязываем лицевой петлей только за заднюю стенку во втором ряду вот так и дальше второй ряд нашего рисунка идет мы с вами тут лицевую петлю которую мы двойной провязывали провязываем эти две петли вместе изнаночной а которая у нас была изнаночная одинарная мы ее также изнаночной и провязываем снова двойную лицевую мы провязываем вместе изнаночной изнаночную провязываем также по рисунку снова двойная лицевая вместе провязывается изнаночной изнаночная по рисунку так вяжем до конца ряда не забывайте как вы провязываете прибавки с прошлого ряда вот я до следующей регланной линии дошла еще раз покажу вам как мы провязываем те петли которые у нас были прибавочными переворачиваем эту лицевую вот таким образом и за переднюю стенку провязываем лицевой снова 3 петли скрещенные и эту петлю провязываем за заднюю стенку лицевой все дальше продолжаем второй ряд по рисунку 2 вместе двойную лицевую и изнаночную 2 вместе двойную лицевую и изнаночную двойную лицевую мы провязываем во втором ряду тоже изнаночными петлями все дальше второй ряд вяжем самостоятельно ну вот второй ряд узора провязан и теперь мы будем просто с вами чередовать первый и второй ряд узора единственное чтобы он получался вот такой как суд и нам нужно его смещать то есть там где мы в прошлом ряду в первом ряду провязывали двойную лицевую там мы будем одинарную изнаночную провязывать а там где мы провязывали одинарную изнаночную мы будем провязывать двойную лицевую но девочки здесь получается когда мы вяжем регланом сверху получается очень очень удобно так как мы делаем прибавки тоже раппорт узора состоит из двух рядов и прибавки мы делаем тоже в первом ряду делаем во втором провязываем тоже из двух рядов поэтому у нас за счет прибавок мы начинать следующий ряд будем постоянно с двойной лицевой петли и вы не запутаетесь и узор у вас не будет смещаться самое главное чтобы вы не путались в прибавках если прибавки будут вдоль регланных линий у вас выполнены правильно то дальше в узоре у вас будет все очень просто и так значит снова мы повторяем первый и второй ряд узора и соответственно точно также прибавки значит теперь у нас идет ряд с прибавками мы в петлю предыдущего ряда поднимаем вот таким образом точно также и провязываем за переднюю стенку дальше провязываем 3 скрещенные лицевые петли регланной линии и с этой стороны точно также поднимаем стеночку петли предыдущего ряда и провязываем ее за заднюю стенку все и теперь у нас первая петля которую мы с вами добавляли прошлый раз поэтому мы ее провязываем двойной лицевой а эту петлю с которой мы начинали уже провязываем изнаночной таким образом у нас смещается рисунок снова двойной лицевой изнаночной и так далее очень удобно получается не нужно вас не нужно смотреть с какой петли мы начинали как нужно заменить и так далее все девочки теперь вяжем дальше самостоятельно к ширину полос вы можете варьировать по собственному желанию если кто-то вяжет точно так же как я то я рассказываю количество значит у меня вот этот рисунок если не считать установочного ряда изнаночными петлями состоит из 16 рядов 2 мы с вами провязали еще значит нужно провязать 14 рядов и так кто вяжет именно так как у меня вяжем 14 рядов и далее будет у нас смена нити мы будем переходить на пайетки и я покажу как мы будем провязывать с вами пайетки все у кого будет другой ширины основной узор то вяжите свою желаемую ширину все вяжем 14 еще 14 рядов и встречаемся так ну вот я провязала установочный ряд и 16 рядов рисунка и теперь нужно мне менять нити переходить на декоративную полосу с пайетками значит сейчас я вам расскажу как мы ее будем вязать присоединяем ниточку потом мы ее закрепим и начинаем ряд с прибавки это у нас идет нечетный ряд начинаем ее с прибавки так же как и все ряды с прибавками значит поднимаем петелечку переворачиваем вот так и за переднюю стенку провязываем лицевой дальше регланные линии вяжутся точно так же скрещенными лицевыми петлями и вторая прибавка с обратной стороны за заднюю стенку так а дальше все рисунок мы из пряжи с пайетками не вяжем а будем вязать эту декоративную полосу полосу просто изнаночными петлями почему я выбрала именно изнаночные потому что во первых на такой вязке вот эти пайетки они лучше точнее если вязать лицевую гладью то пайетки большей частью будут прятаться на обратную сторону в лицевой глади их почти не видно вот эта особенность вязания почему то такая когда вяжешь изнаночной они выходят на лицевую сюда вот сторону и это первое и второе все равно когда мы будем вязать нужно будет смотреть за этими пайетками и по возможности стараться их оставлять вот здесь на лицевой стороне и так вот например у нас вот идет первая большая пайетка мы провязываем таким образом ниточку чтобы оставить ее здесь на лицевой стороне вот так и здесь при таком способе вязания может быть петельки не совсем одинаковые натяжение нити может быть разные для того чтобы оставлять пайетки на лицевой стороне но за счет именно пайеток и изнаночных петель этого не будет видно в общем дальше продолжаем вязать изнаночными вот подошла у нас следующая пайетка крупная и мы ее стараемся оставить на лицевой стороне вот таким образом значит таких рядов мы с вами вяжем 5 вот следующая пайетка фиксируем ее здесь на лицевой стороне и таким образом вот такими изнаночными рядами с пайетками мы вяжем с вами 5 рядов значит прибавки как обычно делаем в нечетных четные ряды провязываем без прибавок вот так и следим стараемся чтобы они все были у нас на лицевой стороне маленькие конечно пайетки за ними уже сложно уследить крупные стараемся оставлять на лицевой стороне продолжаем вязать самостоятельно до девочки еще не сказала что основную нить вот эту я не обрезала я не буду ее обрезать я буду ее протягивать между декоративной полосой для того чтобы у нас не было из кусочков вязания слишком много не было хвостиков я потом когда дойду свяжу этот ряд покажу вам как я ее протягиваю так первый ряд провязан ниткой с пайеткой и теперь что мы делаем нам нужно вот это основная нить а вот эта нитка с пайеткой нам нужно просто вот таким образом перекрутить для того чтобы она не провисала основная нитка подтягивалась вместе с праве с каждым провязанным рядом пайетки значит первый ряд у меня провязан вот это у меня петля которую я набирала это прибавка прибавки мы с вами все время вяжем одинаково во втором ряду мы их провязываем лицевой петлей одну с наклоном вправо вот за переднюю стеночку и вторую после регланных линий с наклоном влево то у нас три лицевых петли зацепилась и с наклоном влево за заднюю стенку лицевой все и теперь снова все петли изнаночными хочу вам показать вот первый ряд который я провязала вот видите все крупные пайетки они вот здесь там где и нужно на лицевой стороне у меня вот с обратной стороны их нет так что когда будете вязать следите за ними все второй ряд тоже вяжем изнаночными кроме тех петель которую мы прибавляли вдоль регланных линий таким образом пайетками вы вяжете 5 сантиметров дальше снова переходите на основную нить и первый ряд вяжите установочный тоже изнаночными рядами дальше уже вяжите по рисунку снова 16 рядов и так чередуем рисунок наш и декоративные полосы рисунок и декоративные полосы вяжем таким образом на необходимую длину регланной линии я уже вам говорила что когда вяжешь регланом сверху очень легко рассчитывать размер значит чем длиннее регланная линия тем шире получается ваше изделие тем больше получается размер или свобода облегания значит эта футболка она может быть как по размеру так и оверсайз вам как 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 вам нравится так вы для себя и вяжите я вам единственное что скажу по сантиметрам по размерам как какой должна быть длины регланная линия если вы вяжете на размер xs то приблизительно длина регланной линии у вас должна составлять 18 19 сантиметров если вы вяжете размер м то регланная линия у вас должна составлять 20 21 сантиметр если вы вяжете размер l 21 22 сантиметра xl 22 24 сантиметра в зависимости от ширины которую вы хотите и так регулируя размер регланной линии вы регулируете для себя размер вы можете примерять на себя в процессе вязания можете измерять вы уже будете знать свою плотность вязания и можете измерять ширину изделия достаточно вам или нет таким образом вяжем чередуя рисунок и декоративные ленточки до нужной длины регланной линии дальше встретимся с вами когда будем вывязывать азиатский росток и так я довязала до нужной мне длины регланной линии и теперь мне нужно отделить рукава от тела свитера значит для этого я провязала в перед 3 петли регланной линии они у нас идут на перед они на рукава и теперь снимаю петли рукавов либо на дополнительную нить либо на дополнительные спицы как вам удобно как вы привыкли переснимаем петли рукавов пересняла вот петли рукава я дошла до регланных линий регланной линии у нас отходят на спинку значит пересняла и закрепляю заглушку так один рукав у нас готов он дальше у нас идут петли спинки но мы пока их оставляем потому что со стороны спинки мы будем вывязывать с вами азиатский росток а нам нужно петли переда тоже переснять на дополнительные спицы или на дополнительную нить так что петли переда тоже переснимаем азиатский росток кто не знает он вывязывается только со стороны спинки так и пересняла один рукав пересняла перед на дополнительные нить или спицы или леску как там вас теперь переснимаю второй рукав тоже на дополнительные спицы или нить и на рабочих спицах у нас останется только спинка и так у нас пересняты петли рукавов отдельно и петли переда пересняты а на спицах у нас остаются петли спинки и сейчас мы с вами начинаем вывязывать азиатский росток по спинке значит мы будем с продолжать вязать наш рисунок у меня здесь идет по чередованию у нас у меня здесь идет основная нить и соответственно основной рисунок значит мы присоединяем рабочую нить к началу вязания и провязываем значит первый ряд у нас так как мы сейчас будем вязать этот рисунок поворотными рядами то установочный простите то установочный ряд мы вязать не будем а начинаем сразу наш рисунок с первого ряда вязать то есть чередование изнаночных петель и двойных лицевых значит начинаю я для удобства с изнаночной петли это у меня идет первые три петли регланной линии я начинаю их связывать и так изнаночная это мы провяжем только первую петлю таким образом а потом мы будем первые пет первую петлю снимать последнюю провязывать изнаночной значит провязала я изнаночной и следующую петлю я провязываю также лицевой как в рисунке значит за в первую петлю которая на спице я провязываю лицевую и она ряд ниже еще раз провязываю лицевой и снимаем дальше у нас по рисунку идет изнаночная убираем этот маркер снова идет двойная лицевая в верхнюю петлю и на ряд ниже лицевая изнаночная снова лицевая верхнюю и на ряд ниже изнаночная и так провязываем руки немножко вверх еще раз тогда покажу лицевая в верхнюю петлю и на ряд ниже изнаночная снова лицевая верхнюю и не снимая наряд ниже двойную делаем изнаночная лицевая изнаночная так до конца ряда провязываем самостоятельно и последнюю петлю провязываем изнаночной петлей и теперь поворотными рядами мы будем вязать этот наш рисунок разворачиваем вязание первую петлю мы будем всегда снимать и дальше по рисунку если в круговом вязании мы все петли здесь провязывали изнаночной то в лицевом то в поворотном все петли будем провязывать лицевой вот эту двойную лицевую мы провязываем одинарной лицевой и одинарной лицевой и одинарную мы так одинарные провязываем двойную лицевую лицевой и одинарную тоже лицевой двойную лицевой и одинарную лицевой так вяжем до конца ряда и последнюю петлю провязываем изнаночной переворачиваем работу снова у нас идут лицевые ряды теперь мы снова будем вязать по рисунку только теперь менять в шахматном порядке местами изнаночные петли и двойные лицевые петли и так первую петлю мы снимаем первая петля у нас в прошлом лицевом ряду была двойная поэтому мы ее провязываем одинарной изнаночной а следующую петлю мы провязываем двойной лицевой снова изнаночная и двойная лицевая изнаночная и двойная лицевая так вяжем до конца ряда так у нас образуется наш рисунок в шахматном порядке в каждом лицевом ряду меняем местами наши петли провязываем до конца ряда последнюю петлю в ряду провязываем всегда изнаночной а первую петлю всегда снимаем изнаночные ряды вяжем всегда одинаково изнаночные петли и лицевыми петлями одинарные лицевые так лицевой провязываем а двойные лицевые провязываем одной лицевой всегда изнаночные ряды вяжем одинаково дальше лицевом ряду снова вяжем по рисунку и снова меняем изнаночные и лицевые петли в шахматном порядке таким образом провязываем росток нужного нам размера приблизительно это длина ростка а может колебаться от 4 до 6 сантиметров тут вы смотрите на свой рисунок чтобы вас он гармонично совпадал и столько и провязывайте я на свой размер буду провязывать для того чтобы меня совпал рисунок буду провязывать 16 рядов основным узором и 5 рядов декоративной полосой с пайетками значит 2 ряд 4 ряда я уже провязала и еще буду провязывать 12 рядов и потом переходить на другую нить значит когда росток необходимой высоты будет связан мы с вами встретимся и соединим вязание наших круг наберем петли подрезов и дальше будем продолжать вязать нашу футболку все вяжем высоту ростка самостоятельно и так я провязала росток а вот он у меня получился поворотными рядами примерно сейчас померяю примерно 6 сантиметров 5 и 7 5 8 где-то так значит и теперь если мы сложим вот эти две половинки теперь правильно перед и спинку вот таким образом у нас образуется вот такое анатомическая посадка нашей футболочки вот так все теперь нам можно футболку замыкать в круг значит девочки что касается рисунка смотрите вот у меня по переду я заканчивала именно пряжей с пайетками и по спинке тоже я закончила пряжей с пайетками и теперь когда я буду соединять в круг свое вязание и начинать буду основной нитью и основным узором вязать у меня совпадут и перед и спинка как раз то что нужно будет и так присоединяем рабочую нить и начинаем присоединять и начинаем замыкать футболку в круг и так я нить присоединила и сейчас можем поместь повесить маркер который будет обозначать начало ряда значит начинать мы будем с вами с петель подреза с каждой стороны мы прибавим по 5 петель следующим образом вот так вот вот таким образом набросим на рабочую спицу на правую 5 петель 1 2 3 4 и 5 и дальше мы с вами будем провязывать петли переда и сразу выходим на наш основной рисунок рисунок у нас начинается с установочного ряда который мы провязываем весь изнаночными петлями таким образом изнаночными петлями провязываем все петли переда итак петли переда провязала и теперь точно также возле 2 под вторым рукавом делаем и набираем петли подреза воздушные 5 петель 1 2 3 4 5 и соединяем со спинкой тоже по кругу изнаночными петлями и провязываем до маркера так первый установочный ряд изнаночными петлями у нас провязан и со следующего ряда мы начинаем с вывязывание основного рисунка перебрасываем маркер и дальше у нас идут с вами петли подреза так как они у нас еще не провязаны и у нас нет предыдущего ряда мы их провяжем следующим образом первую петлю мы провязываем изнаночной а вторую петлю мы провязываем лицевой и так чередуем снова изнаночной и лицевой и снова изнаночной так а вот следующую петлю мы уже можем вязать по рисунку у нас идет двойная лицевая петля мы провязываем также как мы обычно это провязываем изнаночная снова лицевая двойная изнаночная и так далее вяжем самостоятельно весь ряд следующие петли петли подрезов вяжем точно так же как и здесь чередуя лицевую и изнаночную петлю второй ряд по кругу вяжем точно также изнаночными петлями пока петли подрезал нас еще в рисунок не вошли мы их тоже провязываем изнаночными и тут у нас дальше уже пошли двойную лицевую провязали изнаночной и одинарную двойную и одинарную так как мы вязали до этого так вяжем весь второй ряд и так второй ряд у нас провязан из 3 ряда уже у нас и в петли подрезов входит в рисунок значит чтобы не ошибиться здесь же мы в следующем третьем ряду меняем местами петли изнаночные петли двойные лицевые мы тут смотрим по рисунку значит вот здесь мы должны сейчас вязать двойную лицевую вот здесь изнаночную значит двойную лицевую изнаночную двойную лицевую изначен двойную лицевую значит мы начинаем ряд с двойной лицевой а вы смотрите у себя по рисунку но должно бы совпасть точно так же двойная лицевая изнаночная двойная лицевая изнаночная скачила изнаночная двойная лицевая изнаночная и так входим уже в рисунок двойная лицевая изнаночная и так далее все дальше вяжем самостоятельно чередуем точно так же как мы в кокетке чередовали на пол узор основной узор и и полоска с пайетками чередуем до необходимой длины какой вы хотите футболку она может быть как укороченной так средней длины к так и удлиненной это уже на ваше усмотрение на количество пряжи которые у вас есть единственный нюанс который я вам не сказала девочки когда вы соединяете в круг изделия обязательно пересчитайте чтобы у вас количество петель было черным потому что у нас рисунок кратный двум петлям лицевая изнаночная поэтому нам нужно обязательно чтоб состыковывался рисунок правильно поэтому количество петель должно быть четным вы когда первый ряд провязываете при соединении в круг пересчитайте хорошо петли и подкорректируйте все дальше никаких сложностей не возникнуть не возникнуть не должно дальше просто идет чередование полос и вяжите до необходимой длины учитывайте что в конце будет еще резиночка резинка где-то я так думаю сантиметров 5 нужно оставить на резинку продолжаем дальше вязать самостоятельно до желать до того как достигните желаемой длины и так девочки я довязала тело то по футболке не знаю как правильно назвать это свое изделие смотрите у меня я здесь по ходу вязания экспериментирую у меня первоначальная задумка была закончить не с резинкой скрещенной один на один так как я начинала а тоже горловину резинкой один на один но когда я надела умерила на себя эту футболку на дело мне очень понравился свободный такой прямой низ и я решила таким его и оставить значит я помогу просто предложить два варианта кому хочется закончить не с резинкой вы просто провязываете необходимую для вас длину основным рисунком и заканчиваете резинкой где-то примерно 4 5 сантиметров приблизительно 15 рядов только когда будете вязать резинку переходите на спицы на пол размера меньше мы вязали основной полотно четверкой переходите на три с половиной и провязываете скрещенной резинкой где-то 15 рядов и через накид эластичным способом закрываете эту резинку это этот способ я использую практически в каждом своем изделии в каждом свитере джемпере кто не знает как закрывать эластичным способом через накид просто посмотрите любое видео где у меня свитер заканчивается резинкой и там вы увидите как правильно вот значит а то тот кто хочет вот такой свободный низ прямой как у меня то вы провязываете необходимую вам длину тоже основным рисунком затем тоже переходите на спицы номер три с половиной и провязываете 10 рядов платочной вязкой платочной вязкой по кругу у нас вяжется значит если мы вяжем поворотными рядами то платочная вязка вяжется только лицевыми петлями и в изнаночном и в лицевом ряду а по кругу вяжется по-другому значит вы чередуете один ряд лицевой 1 ряд изнаночный 1 ряд лицевой 1 ряд изнаночный и 10 рядов вяжите таким образом заканчиваете изнаночным рядом и закрываем петли как закрывать петли в изнаночном точнее в платочной вязки здесь я уже закрыла видите как получается очень органично смотрится нет здесь вот этой косички когда если с обычным способом закрывать а вот а как закрывать я вам покажу когда буду показывать рукава потому что я рукава тоже решила вязать таким образом значит что касается моей длины я сейчас вам померяю сколько у меня от подмышек и до самого низа но вы на эти размеры не сильно ориентируйтесь потому что это у меня еще в процессе вязания я после этого может быть несколько изменится размеры ну хотя бы для ориентировки значит вот у меня 36 30 ну 36 половина у меня получилось сантиметров от подмышки 36 сантиметров получилось меня длина от подмышки значит все тело футболки у нас связано можно переходить к вязанию рукавов и теперь приступаем к вязанию рукавов я уже пересняла на спицы номер четыре круговые петли которые я снимала петли рукавов и теперь мне нужно по вот этой части спинки где мы вывязывали росток дальше по петлям подреза поднять петли недостающие значит будем поднимать таким образом чтобы как можно меньше отверстий между петлями образовывалось мы их будем там потом провязывать скрещенными двойными самое главное чтобы не образовывались отверстия лишние которые нам не нужны не не обращайте внимание на то что у вас увеличивается количество петель мы их потом ближайшем ближайших рядах вязания равномерно сократим значит вы запоминайте сколько у вас петель именно рукава вы пересняли потому что в зависимости от размера их может быть разное количество я для примера будут назову вам свое количество у меня семьдесят четыре петли на рукавах вот здесь когда я сейчас по кругу подниму дополнительные естественно их количество прилично увеличится но мы потом будем их сокращать именно до той цифры которая была у нас с вами на рукавах значит поднимаем вот так вдоль по всему периметру петли дополнительные так смотрим где у нас были петли подреза да и на одну спицу до середины петель подреза и на вторую спицу до середины петель подреза и посредине мы с вами повесим маркер и отсюда у нас будет отсчитываться начало ряда так вот так и с этой стороны тоже точно так же поднимаем еще одно все вешаем маркер и присоединяем нить и первый ряд провязываем изнаночными петлями он как раз у нас будет и по рисунку здесь у нас на рукаве мы закончили декоративной нитью с пайетками и следующий ряд у нас должен быть изнаночные мы как раз все петли провяжем изнаночными а убавлять уже начнем со следующих рядов и так вот видите у нас вот тут вот набралась двойная мы ее так двойной и провязываем и хорошенько подтягиваем так смотрим как здесь у нас поднялась тоже как двойная хорошенько подтягиваем общем следим чтобы у нас не образовывались дополнительные отверстия которые нам не нужны здесь тоже и вот я вышла уже на петли рукава здесь самостоятельно провязываем изнаночными петлями просто и с другой стороны рукава точно также те поднятые петли провязываем изнаночными так провязали так теперь у нас здесь общее количество петель может отличаться друг от друга кто-то больше поднимал петель кто-то меньше поднимал значит это не имеет значения ориентируемся на то количество петель которое было изначально на рукавах значит сейчас у нас начинается вязание основного рисунка вот этот как раз рапорт и длиной который мы вяжем с вами в 16 рядов значит в первом ряду сейчас мы с вами должны убавить равномерно распределив через все петли 6 петель в первом ряду мы убавляем значит как мы это сделаем значит первую мы начнем с вами наш рапорт с изнаночной петли следующие патент подтягивайте здесь ниточку пока она не зафиксируется следующая у нас петля идет двойная лицевая должна идти мы ее так и провязываем как мы раньше провязывали двойной лицевой дальше идет у нас изнаночную мы должны провязать и вот тут мы провяжем развернем в нужном нам направлении и провяжем вместе две петли изнаночной вот так у нас одна петля уже убавилась и так по периметру всего рукава равномерно мы должны убавить 6 петель значит приблизительно ваше количество петель разделите на 6 и там через определенное количество там через 8 10 петель вы должны ее убавить значит здесь мы провязали изнаночная следующая у нас идет двойная лицевая снова изнаночная двойная лицевая и допустим мне нужно убавлять я снова разворачиваю 2 петли и провязываю вместе изнаночной петлей и так дальше по такому же принципу убавляете по всему периметру вашего ряда так убавили и второй ряд вяжем как обычно без убавлений изнаночными петлями как по рисунку 1 одинарной изнаночной и двойную провязываем изнаночной и так два ряда провязали нам еще 14 рядов нужно нашей полосы основной нитью провязать и теперь равномерно в зависимости от того какое у вас лишнее количество петель еще на спицах равномерно в каждом нечетном ряду точнее неправильно выразилась не в каждом нечетном а в нечетных рядах равномерно распределите и их убавьте чтобы у вас осталось ровно то количество которое изначально было на спицах как убавлять чтобы не нарушать рисунок вот у нас висит маркер и убавлять будете в нечетных рядах вот первые две петли и последние две петли провязываем вместе таким образом у вас в ряду убавляется одновременно две петли и рисунок у вас не нарушается все продолжаем вязать дальше всю вот эту полосу основным рисунком и основной нитью самостоятельно и так рукава я вам для примера вот оставила я изначально связала один рукав с резинкой второй рукав вот я вижу так как у меня низ будет я решила остановиться на втором варианте но те кто хочет с резиночкой я вам расскажу просто как значит вы ну вот от подмышек как вы начинали с вами вязать провязали вот этот 16 рядов основного рисунка и переходим на спицы три с половиной вяжем скрещенную резинку один на один и потом закрываем а 15 рядов и потом закрываем через накид эластичным способом значит кто не знает как вязать резинку один на один я вам там среди не видео это вставлю момент образец как я вязала вот здесь его в рукаве можно точно так точно также его и в горловине вяжем и точно также по низу кто захочет и футболку с резинкой и так коротенькое видео для тех кто не знает как вязать резинку один на один скрещенную она вяжется для того чтобы она не выглядела такой петли не выглядели расхлябанными особенно она хорошо смотрится в той пряжи которая не особо держит резинку например тот же самый шелк что я сейчас вижу или хлопок там или любая другая пряжа которая не держит резинку то скрещенная смотрится гораздо симпатичнее лучше у него ровненькие идут дорожки ровненькие косички значит как мы ее вяжем значит первый установочный ряд как обычно провязывается резинка один на один и дальше петли провязывается вот у нас идет первая лицевая петли провязываются не так как нам удобно вот сейчас нам удобно было бы за переднюю стенку подхватить и провязать лицевой а мы ее скрещиваем мы провязываем за заднюю стенку вот таким образом за заднюю и она перекрещивается у нас дальше идет изнаночная изнаночную при обычном вязании я бы вязала вот таким образом за заднюю стенку но при скрещенном вязании я вижу за переднюю стенку вот так просто смотрим на ту половинку петли которую нам не очень удобно провязывать снова идет лицевая лицевую мы провязываем за заднюю стенку изнаночную за переднюю стенку лицевую за заднюю изнаночную за переднюю таким образом у нас петельки перекрещиваются и резинка выглядит не рыхлой и расхлябанной а очень даже симпатично вот таким образом она выглядит с лицевой стороны к я вам вот показала и с изнаночной она выглядит точно также красиво красиво и ровненько все это для тех кто решит все-таки манжеты и низ изделия вязать скрещенной лицевой резиночкой с резинкой так а кто хочет так как у меня то посмотрите здесь от нюанс в рисунке значит мы провязали вот от подмышек 16 рядов основным узором потом мы еще раз вставляем 5 рядов декоративной полосы с пайетками и дальше переходим на спицы три с половиной и вяжем 10 рядов платочной вязкой останавливаемся вот видите в изнаночном ряду и вот как раз здесь я сейчас покажу как закрывать платочную вязку чтобы она смотрела чтобы закрыть из край смотрелся органично точно также будете закрывать и низ кто решит вязать так как у меня итак закрытие платочной вязки значит смотрите девочки вводим спицу под первую дужку петли и подхватываем ближнюю стенку второй петли и вытаскиваем и провязываем лицевой снимаем обе петли провязанную надеваем и точно также с середины подхватываем за переднюю дужку следующую петлю и провязываем снова надеваем подхватываем за переднюю дужку вторую петлю и провязываем надеваем снова подхватываем за переднюю дужку вторую и провязываем и таким образом мы повторяем наши действия пока не закроем все петли сейчас я немножко провяжу покажу вам как получается и дальше будете вязать самостоятельно еще раз надеваю вставляю в средину правую спицу и подхватываю за переднюю стенку вторую петлю и ее провязываю снимаем обе снова возвращаю последнюю петлю подхватываю вторую петлю за переднюю спину стенку и провязываю возвращаю и вот у нас получается вот такой красивый край цепочкой не нарушается наш рисунок все продолжаем закрывать самостоятельно закрываем рукавчик и прячем ниточку ну вот и все вот такой красивый топ у меня получился очень очень рекомендую вам его связать он очень здорово сидит у него просто идеальная посадка и летом в нем будет очень комфортно и очень нарядно на сегодня у меня все кому понравилось мое видео и мастер-класс подписывайтесь на мой канал ставьте лайки и не забудьте нажать колокольчик потому что впереди еще много разных идей которые мы будем с вами воплощать в жизнь а на сегодня всем пока и и и